Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов поблагодарил всех за активное участие в выборах депутатов в Госсовет Республики. На голосование пришли 71,6% от общего количества избирателей. Напомню, участки работали накануне с 7 часов утра. В 8 вечера они закрылись, после чего начался подсчет голосов и бюллетеней. По предварительным данным, большинство голосов было отдано кандидатам партии «Единая Россия». На втором месте КПРФ, замыкая тройку лидеров ЛДПР. Затем идут новые люди и справедливая Россия патриоты за правду. Как прошли выборы в набережных Челнах, расскажем прямо сейчас. Ровно в 7 часов утра в Челнах открыли 173 участка. Челнинцы шли с семьями и друзьями для того, чтобы отдать свой гол за одного из депутатов в Госсовет РТ. У нас каждый год наши внуки приходят вместе с нами. Мы их приучаем к этому, чтобы они в дальнейшем были патриотами своей Родины. Мы раньше жили в деревне, тоже каждый год ходили на выборы. И как переехали в Челны, тоже каждый раз ходим на выборы. Среди избирателей были и участники СВО. Это наша добрая семейная традиция – ходить на голосование. Мы уже выбрали кандидата. Очень важное событие в связи с тем, что мы участвуем таким образом в политике государства, республики, города. И Конституция заложена, это наше право выбирать. Поэтому обязательно хожу всегда, постоянно, с 18 лет. Наравне с рядовыми горожанами свой гражданский долг исполнили и чиновники. И думаю, что каждый из пришедших на избирательный участок отдаст свой голос за того, кто им нравится. Наши подрастающие дети должны понимать, что это важная наша обязанность как граждан Российской Федерации. К тем, кто не смог прийти на свой участок, члены избирательной комиссии приходили на дом. Это же решения, которые будут приняты в будущем теми избирателями, которых мы выбираем. Они же для людей. Голосовали избиратели и на местах работы. Это наш долг, гражданский долг. Поэтому обязательно нужно принимать активно в этом участие. Как отметили председатели участковых избирательных комиссий, явка в Челнах была хорошей. Альмира Гаинудинова, Кирилл Хабсей. Новости. Набершные Челны.